Всем привет! Сегодня нестандартное видео о композиторе 19 века, реформаторе европейской музыки, родоначальнике многих музыкальных течений, розенгрейцере. Нестандартное, как сам композитор, Эрик Сати. И чтобы вы вошли в нужное состояние, я начну со слов самого композитора. Нам уже незачем называть себя людьми искусства. Мы оставляем это блестящее звание парикмахером и педикюршем. Если вас заинтересовала его личность, оставайтесь со мной. Эрик Альфред Лесли Сати – французский композитор, пианист, один из реформаторов европейской музыки первой четверти 20 века. Под его непосредственным влиянием сформировались такие композиторы, как Клод Дебюси, который был его близким другом на протяжении более чем 20 лет, Марис Равель, знаменитая французская шестерка, в которой наиболее известны это Франсиск Пуленг, Дариус Мийо, Жорж Урик и Артюр Унигер. Сати – один из родоначальников таких течений, как импрессионизм, примитивизм, конструктивизм, неоклассицизм и минимализм в музыке. А в конце 10-х годов 20 века он вообще придумал новый жанр – меблировочная музыка, которую не надо специально слушать. Это музыка, которая должна непрерывно звучать в публичном месте. Основным принципом построения являлась произвольная повторяемость одной или нескольких тематических фраз, неограниченное число раз. Непонятная почти никем из современников меблировочная музыка на полвека опередила свое время и только в 60-х годах 20 века получила название «минимализм». Она должна была служить фоном для сопровождения быта, для покупок в магазине, для приема гостей, для приема еды в ресторане и других повседневных занятий. Сати предложил музыку, которую слушать не нужно. Он писал, цитирую, «Сейчас уже не модно выглядеть шикарно». Теперь в моде – вид газовой фурнитуры. Сати можно назвать профессиональным новатором. Он всю свою жизнь стоял в оппозиции ко всему окостеневшему. Сати был эксцентричен. Свои сочинения он писал красными чернилами и любил разыгрывать друзей. Он давал своим произведениям странные названия, например, «Три пьесы в форме груш», «Засушенные эмбрионы», «Лошадиные шкури», «Дряблые прелюди». Не помню я, кто до него такое в серьезном-то искусстве себе позволял. Шутник, конечно. В 1887 году, за пять лет до первых импрессионистских опытов Клода Дебюси, Рик Сати уже опубликовал свои импрессионистские пьесы для фортепиано. А еще три года спустя он сам участвовал в формировании творческого почерка своего друга Дебюси. После встал у истоков как примитивизма, так и неоклассицизма и неоромантизма. Но, тем не менее, он отрицал своего первенства в этих делах. Цитирую. «Прошу иметь в виду, раз и навсегда, не существует никакой школы Сати. Так называемый Сатизм просто не смог бы существовать. Именно во мне он нашел своего первейшего и непримиримого врага. В искусстве не должно быть никакого поклонения и рабства. В каждом своем новом произведении я намеренно сбиваю с толку своих последователей и по форме, и по сути. Это, пожалуй, единственное средство для артиста, если он желает избежать превращения в главу школы, так сказать, классного надзирателя». Эрик Сати был эмоциональным человеком, и хотя он даже иногда использовал мелодии Камиля Сенсанса, он искренне его ненавидел. Его слова стали даже своеобразной визитной карточкой. Цитирую. «Глупо защищать Вагнера только потому, что на него нападает Сенсанс. Нужно кричать! Долой Вагнера вместе с Сенсансом!» Еще при жизни он стал французской легендой, поскольку все его действия были направлены в первую очередь на эпатаж. Одни видели в нем гения, вторые – шарлатана, третьи – фантазера. И итог таков, что после смерти он был очернен недоброжелателями и претан забвению. Только благодаря Джону Кейджу в 60-х годах 20 века произведения Сатиза звучали вновь. Кейдж возвратил ему статус композитора, но и до сих пор он не так известен, как тот же Дебюсси. Его жизнь и творчество до сих пор остаются неизученными до конца, а в постсоветских странах известны точечно. Понять его музыку во всей полноте невозможно без знакомства с его персоной и с его образом жизни. Например, он мог кардинально поменять свой внешний вид, превратившись из потрепанного бродяки с отросшими волосами в респектабельного господина во фраке с бабочкой и пенсне. Непременным атрибутом Сати был зонтик, так как он любил ходить пешком и каждый день преодолевал 10 километров, по пути заглядывая в кафешки. Как утверждают биографы, в кармане, а может быть и в самом зонтике, у него был припрятан молоток, обеспечивавший ему безопасное возвращение домой. Животные и дети были объектом любви Сати. Сати интересовала музыкальная одаренность животных. Первый раз он заговорил на эту тему в статье 1914 года, которая называется «Интеллект животных и музыкальность». Сати выдвинул в ней утопическую идею о совершенствовании образования для животных. Он говорил о том, что несмотря на наличие сообразительности и определенных задатков, лишь немногие из них могут получить от человека обучение. Он писал, цитирую, «Учебная программа животных никогда не касается искусства или литературы, тем более природоведения, этики или других дисциплин. Почтовых голубей не готовят к их обязанностям посредством обучения географии. Рыбы лишены исследования океана. Быки, овцы и телята ничего не знают о рациональной деятельности современной скотобойни, а также не знают о питании в созданном человеком обществе. Конечно, это скверное образование по сравнению с человеческим», заявляет автор и называет примеры музыкальной одаренности животных. Цитирую. Ну, а музыкальность? Есть лошади, которые могут танцевать, есть пауки, которые остаются под фортепиано во время всего концерта, который для них устроил признанный виртуоз. И что дальше? Ничего. То тут, то там нам говорят о тонком слухе скворца, музыкальной памяти вороны, гармоническом мышлении Филина, который, отбивая такт, хлопает себя по пузу. Вот уж чисто искусственный и весьма жалкий полифонический прием. Рик Сати не замыкался только на музыке. Он был литератором и графиком, не пренебрегал различными печатными средствами. Его тексты публиковались и в малотиражных, и многотиражных газетах, музыкальных изданиях, даже в модных журналах того времени. Также он читал свои скетчи и наброски на своих концертах. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!